вернулся я на родину на родину любимую и пошел на прогулку по парку пробег был закончен каменск оленка дома и у нас с вами очень интересная беседа очень-очень-очень я знаете к некоторым разговором вернее к некоторым темам потихонечку зрели зрели чтобы как-то аргументы подобрать факты все это там такое сложилось в одно целое и потом потом пошла бесседа так что там у нас у нас идут какие-то знакомые вот удивительно оказывается оказывается это очень знакомые люди с которыми еще работал на заводе когда мне было 17 лет вот такие то дела бывают видите как вроде как и незнакомые а потом оказалось очень-очень даже очень даже знакомые ну так что продолжим интересную беседу главное начать и потом пойдет вот я все выклады вот эти вот деньки описание почему этот день назван честь там такого-то святого ну и прочие там погодные явления там различные вещи такие типа примет прочих таких народных вещей даже что когда сажать надо как-то это все идет мимо большинства просто-напросто мимо большинства идет а там как раз очень интересные вещи рассказывается ну вот начнем опять-таки несколько издалека а именно вот сегодня я беру там свой телефон только хопа просматриваю выведение там папиллом бородавок женщина там на рассказывает вот надо кто-то приготовить надо все это приготовить надо еще что-то там приготовить то есть это будем мазать регулярно там в течение недели ну вот так вот мы будем их выводить а ага и смотрю сколько же просмотров 821 с лишним 1000 просмотров так а что я предлагаю моё видео одно там про бородавки прошло там другой там бородавка папиллома ну в частности про бородавки я там как раз рассказал совсем недавно мое видео набрало тысячу там просмотров а что я предлагаю же вернее а я как бы сказать от от народных средств предлагаю сведения с помощью разного рода манипуляции и процедур то есть это манипуляция делается один раз ну допустим с картошкой взяли картошку значит разрезали картошка должна быть с уродцем все это должно быть на убывающую луну простенькую такую молитву тире заговор кто как расценивает молитва лиза потерли и значит зарываем землю и на этом все через какое-то время не сходит ради справедливости должен заметить сходит примерно процентов 90 бородавок это я уже сам столкнулся то есть есть такие бородавки там на подошве там еще где-то но довольно таки трудно с ними справиться но тем не менее можно то есть несколько иной метод то есть вернемся начало то мы растекаемся по древу то есть я предлагаю вообще ничего не капать то есть действовать лица народной медицины ничего не капать ничего не мазать ничего там не вонять не не брать не чеснок не не это использовать совершенно иной механизм по сведению бородавок и вот этот механизм он ясен и понятен в отличие от того что надо регулярно мазать там что-то там покупать и так далее он как-то забывается далее теперь я вам все рассказывал про дерево которая упала в лесу изгнила и рассказывал про шпалу то есть тоже дерево пропитали там криозотом их она лежит себе в земле и не собирается занимать шпала вот и говорю вот смотрите что у нас в основном дерево живет грибки что у нас в основном тело живет на те же грибки разного рода микроорганизмы то есть мы путем промасливания себя керосином создаем такие условия в организме как в спале вроде бы все ясно понятно хорошо но тем не менее о чем говорит опыт святых людей вот там как раз я все это дело рассказываю все это дело там вернее пересказываю что было уже до меня рассказано это доброе оздоровится то есть что было до меня пересказано я пересказываю что до меня было рассказано зафиксировано в разного рода летописях это то что сохраняется от святых мощи то есть их не тела открывает допустим через 100 200 лет они там либо за мумифицировать либо вообще не сгнили либо от них еще истекает мира особая такая жидкость то есть их не тела по каким-то можно так сказать непонятным причинам не подбираются от линию в чем вопрос вопрос почему в чем причина что за механизм дом них образуется и естественно не несмотря на такую широкое житье бытие ничем не болеет доброе здоровьица мощный велик вот они ничем не болеют не говоря уже там каких-то грибках и так далее они этого вообще не знают и не понимают что такое там тлен может быть как они этого добились как вопрос то есть мы тут применяем прививки то есть современная медицина применяется там различные антибиотики применяется там короче весь арсенал современной медицины направлен на это они безо всего все это как-то решалось у них вот что удивительно что удивительно сейчас подойдем приход мысли новой чтобы это дело как-то объяснить и закруглить да кто читал библию теперь дальше пойдем кто читал библию вот бумаги технология можно сказать древних святых настоящих святых что не особо там не болели такой ерундой хотя у них были свои там болезни но это несколько но так вот так вот если мы там читаем библию там есть такие такие фразы что вот господь говорит протяну руку потяну руку и она побелела то есть она мгновенно поразилась проказы вот потом ли давай опять протягивай чтоб ты поверил у меня но примерно так я раз это прокаженная рука мгновенно стала здоровы что это теперь будет за силы которые так могут сразу же человека поразить грибковым заболеванием каким-то таким за то же время мгновенно его исцелить далее кто читает вас не удивляла или все это думали что это сказка когда начала распространяться христианство появились мученики то есть люди пострадавшие за веру а для того чтобы пострадать за веру банально это звучит вроде бы надо в это верить а как это происходило опять таки это надо читать это надо интересоваться а происходило это очень просто было некое явление перед человеком которая заставляла его поверить в это уверовать что это есть и были вернее масса таких случаев было что там бросали в котел котел там вас бросали в этот в печку печка нас на были случаи когда человека истязали от него аж лохмотьями плоть отставала настолько утомбили строгали железными когтями что вот-вот тут чуть ли внутренности не вываливались представляете какие-то травмы не совместимая жизнь у но еще человеком живой баба бросали их дальше в темницу думали да сам умрет приходил ангел господин и не просто исцелял обновлял их тела что не на следующий день после пыток приходили это надо читать любить это дело я пересказываю то что было до меня они сочиняют так вот на следующий день после пыток этого святого приводили и царь удивлялся да ты еще вернее лучше выглядишь чем до пыток то есть ты какой-то обновленный весь омоложенный как это ты там делаешь то есть есть какая-то сила которая может это делать то есть может быть мгновенное исцеление они что-то мы там мажем не мажем от любой болезни плюс опять-таки воскрешение людей из мертвых есть несмотря на то что уже от тел шел смрад трупный что и как как это вы не задумывались вопрос не взрывали себя доброго здоровьица вопросы такие не задавали себе почему что это такая за сила и вот мы тут ковыряются со своими бумаги попелубными бородавками мажем их то все тоже там используем а может быть лучше поискать что-то как сказать более эффективная в кавычках более современная что стоит гораздо выше за всей этой нашей наукой как муравьи тут лазают что-то там свое дело там у них смотрим так да мы тут это сделаем тут за один так сказать разочек как вы к такому повороту как тут тогда происходит вот это вот вот этот механизм работы с плотью то есть видите какие интересные вопросы сейчас мысль подойдет опять погоним или же или же просто у нас сознание действительно как у муравья которая не позволяет нам воспалить и увидеть всю картину мироздания в целом как вы думаете вы обращаясь к вам чтобы вы подумали на эту тему то есть будем мазать либо резать либо же как-то меняться для того чтобы меняться осознанно для того чтобы становиться такими людьми которыми какая хворь не прилипнет и жить столько сколько вот сколько надо столько сколько надо сколько положено ну такие мысли у меня пробежались а можно так сказать что за физическим телом стоит некая сила которая позволяет физическому телу восстановиться очень и очень быстро чем это связано какими телами теперь если вспомнить восточное учение о тонких телах то многое становится понятно много становится понятно ну и второе чтобы человек не болел значит он как-то должен себя вести в матушке природе так чтоб она сама его не разрушала не наказывала разного рода болезнями вот это вот несколько иной подход к нашему оздоровлению нежели мы сейчас тут всю траву выкосим сок выдавим будем пить оздоравливаться и продолжать как решили так и и и и и решить ну пока все мысли а если подойдет я скажу или или попытаться сделать общее такое заключение то есть можно лечить какие-то болячки теми или иными средствами мазать их там соблюдать там диету еще там что-то а можно а можно а можно вот смотрите вы видели я шел на сколько было удалено и я среагировал на на рупь на сколько у меня биополе реагирует но разного рода вот такие штуки а чуете где она была где я шел отвлеклись немножечко вот либо же меняться и перестраиваться и по-другому воспринимать информацию энергию вещество из пространства и в результате можно сказать становится ну так скажем совершенно иной машиной которая работает совершенно по иному принципу ну вот хотя бы взять автомобиль дорчим солярка там ездим и в то же время уже появились электромобили которые ездят еще быстрее тише не выделяют ничего там такого в окружающую среду то есть качественно иной автомобиль как вам это то есть с помощью мышления сознания правильного настроенного сознания для работы с окружающим пространством мы можем так перестроить структуры своего тела что они начнут работать совершенно по иному и этот человек уже будет совершенно иной и после смерти его тело становится таким вот бальзамическим и истощает истощает вот мира такую дышистую жидкость мира которая уже сама по себе казалось бы от мертвого тела истекающая какая-либо жидкость обладает целебным эффектом вот что удивительно то есть и не следовало ли бы мысль нашу и вообще деятельность нашу направить именно что касается медицины именно в это русло а не в какое-то другое и причем замечу тут мысли подбросила меня сразу есть такая вещь что некоторые люди уже так сказать поняли вот этот феномен и начали с каких-то таких религиозных артефактов мощных таких да снимать разного рода вибрации чтобы этими вибрациями заряжать облучать и лечить заряжая там допустим крупинки там еще что-то и так далее но при этом при этом они не говорят что человеку слушай вот какие-то там защитные такие штучки заряженные ты там носи они там тебя будут сами защищать оберегать и так далее вроде бы дело хорошее как вот люди носят оберег крестик но но при этом не говорится особо не говорится что человек должен и сам меняться то есть за тебя эта штука конечно может что-то сделать в определенных рамках но не в том объеме в котором ты думаешь то есть ты должен сам измениться и вот когда ты сам будешь меняться тогда ты сам станешь таким источником будем говорить благости в природе вот до этих вещей доходили редкие люди которые начинали так жить в природе ни от кого не завис и жили еще сколько они лет и вот это вот все в той или иной мере было собрано в жития святых у меня 12 книг этих я в свое время так не спеша их прочитал настало время их перечитать вновь вот уже более осознанно более целенаправленно потому что вначале получается так когда ты что-то читаешь почему я говорю что-то читать там надо ты просто-напросто как бы получаешь информацию а вот когда ты будешь читать второй раз третий раз ты уже зная уже эту информацию ты ее будешь пытаться как-то себе применить то есть начинаешь с ней работать вот такие вот интересные мысли я думаю эта беседа будет интересная для настоящих ценителей искателей а не просто там появилась папиллума надо ее прижечь да и все азотом прижили убрали и все ага от чего она вышла да вирус тут этот самый прилип тебе при этом при этом опять таки не задумываться а почему все эти папиллумы любят места с повышенной влажностью особенно шею шейка то у нас потеет далее любят века далее любят подмышки ну и там прочие интимные вещи почему именно там если этот вирус папиллом где-то там раз спага прицепился и все там будут там грубо говоря на лбу а он нет навеки либо же на шее вот с бородавками более-менее так понятно бородавка передается при контакте ведение в основном бывает на руках либо же наступили на ногах подошвенные тут несколько иной механизм и оказывается народ еще очень 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 давно понял что все это зараза она имеет своего рода информационный характер и она прилипает если у человека есть соответствующие вибрации которые могут ее притянуть вот и можно их также свести и то есть указать этой маленькой так сказать своеобразной информации сумишкой муравья что надо не здесь быть а вот туда иди вам здесь не жить вам здесь не быть а чувствуете какие слова и сводят то есть бородавки сводятся кстати чирики заговариваются и сводятся на сучок и есть такая метода берется дерево с сучком человек болеет фурункулами и при нем только раз заговор на этот сучок и нету фурункул теперь вот вообразите как обрадовался бы Миронов Андрей использовал этот метод нежели современный когда ему вырезали лимфатические узлы приветствую доброго здоровья после чего его здоровье было так подорвано что стало вот таким вот я думаю эту беседу не буду там через цензуру проводить там где-то я вроде сейчас не чихал не плевался и послушайте целиком ну вот у меня как-то в концовке не обидно но непонятно смотри какой там допустим метод предлагается для сведения бородавок вообще-то ничего там не мажешь не это-то будем говорить заговор достаточно даже если бородавка слабая так сказать вам здесь не жить вам здесь не быть згинь згинь вот это слово ключевое вам здесь не жить вам здесь не быть згинь или вам здесь не быть вам здесь не жить згинь все этого достаточно для того чтобы так средние так бородавочки исчезли и не возникали на теле либо же будем их тереть чесноком медицинским чистотелом выжигать азотом еще чем-то еще чем-то и все это под таким соусом вирус этот вирус можно просто выдуть и все но для этого надо знать кое-что уметь кое-что а не тереть и можно сказать главная мысля пошла то есть для того чтобы стать совершенно иным человеком в первую очередь надо мыслить иначе а мысль начинается изменение мысля мысляки с мировоззрения то есть надо поменять свое мировоззрение совершенно на иной и как только оно поменяется а эта работа можно так сказать многих лет раздумий не просто так это все происходит но тем не менее все это происходит если целенаправленно действовать меняется мировоззрение за мировоззрением начинает меняться в вашей потребности ваше побуждение ваше привычки то есть меняется шкала ценностей она вообще пересматривается все это пересматривается и вы уже начинаете перестройку своего тела с тонкого уровня с уровня мысли то есть важно понимать что сначала идет дух 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 выстраивает что там выстраивает ну вот программа по которой будет вообще строится тело и в первую очередь вот эта программа и там же заложен механизм сознание механизм ума и вот мы уже с этого уровня начинаем вести перестройку перестройку и далее уже у нас смотрите идут сразу перестройка идет после духа сразу же после вот этого самого-самого нашей сущности духовной вот начинается перестраивать все эти тела далее у нас идет там что там тело ума тело желания тело будем говорить астральное тело хроническое тело эфирное и потом за эфирным уже стоит вот оно телесная наша оболочка то есть оттуда естественно все вот эти вот программы вирусные будем говорить которые могут быть в наших так сказать в тонких телах за счет чего за счет наших желаний мыслей побуждений наклонностей это ДТП вот мы их регулируем подчищаем обновляем что-то вредоносное убираем и в итоге вирусом и болезням не за что цепляться потому что с точки зрения наших так сказать древних целителей что все это было вернее все эти болячки имеют информационно-энергетическую природу более того имеют свой какой-то центр от которого они там распространяются ну и все вдобавок сделано для того чтобы самое удивительное самое удивительное понимаете что все это сделано для того чтобы человек заражаясь болея и умирая постоянно совершенствуется то есть нету иных механизмов которые бы заставили его несколько по-другому относиться к самому себе своему месту в природе чем вот то что я перечислил болезнь страдания раздумья изменения можете даже почитать последнюю там статью Стива Джобса его рассуждения о жизни смерти что все эти миллиарды оказались оказались просто напросто просто каким-то пустым звуком который лично для него оказался вот в плане здоровья ненужным ах мальчишки бегут приветствую коллег доброго здоровья и все главное не рвать сначала потихонечку а то запыхаетесь мои юные друзья я уже такое видео делал рецепт или метода система пока рецепты побеждают система которая гарантированно должна обеспечить здоровье человеку этим надо заниматься нет никто не не хочет этим делом заниматься вот дайте нам рецепт сведение бородавок сведение под колом не понимая что стоит за этом почему они цепляются на человека стоит ли задуматься об этом что что то тут в порядке нежели просто вирус прицепился благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малаховпро доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч